Друзья, всем привет! И я рада приветствовать вас на нашем канале. Наконец-то у нас приготовление еды! Кулинарная битва! Вы часто видели, что мы пробуем разную еду, в том числе и бургеры, как, например, эксперимент с Макдональдсом. Мы решили зарубиться, кто сделает свой бургер лучше. Каждый из нас приготовит свой бургер. Мы втихаря друг от друга накупим продукты, приготовим. Мы не будем друг другу подсказывать, подсматривать. И независимый эксперт решит, чей же бургер будет в итоге вкуснее. Я надеюсь, вы оцените этот ролик, если хотите больше такой битвы, например, кто сделает круче шавуху. Поставьте здесь минимум двадцатку тысяч лайков. Ну а мы отправляемся в магазин, а вам приятного просмотра. Кстати, еще, чтобы немножко усложнить нашу жизнь, мы покупаем продукты только в перекрестке. И лимит времени это 20 минут. Так что будет гораздо сложнее, чем вы можете себе это представить. И на самом деле, до того, как мы вынесем бургеры, нашему дегустатору осталось всего минут, наверное, 50. Так что надо поторопиться. Ну что, Алин, расходимся? Давай, удачи, удачи. Так, сыры найдены. И как его выбрать, блин? Я не люблю сыры. Возьму сыр чеддер. И я решила взять максимально полезную булочку чайбата. И надеюсь, Миша такое любит, потому что я люблю такие полезные, правильные бургеры. С булочками, конечно, беда. Это все, что пока что я нашел. Ну, выбирать не приходится. Я очень надеюсь, что Алина не возьмет этот ингредиент. Бекончик. Бекон для мужчин, мне кажется, идеально. Я попробую здесь рискнуть. Взять корнишок. Самое сложное мясо. Я нашел здесь недорогой, кстати, стейк. И он большой, поэтому можно вырезать нужного размера. Остальное прям, не знаю, рискнем. Это самое важное. Ку-ку, не смотри. Пока-пока. Подсматривает, блин. Так, соусы, соусы. Я знаю, что он любит big taste. И надо что-то похожее. Вот здесь есть Цезарь. Тысяча островов, кстати. Вот это даже интереснее. Нафиг то. Рискуем. Пока что это на бургер не похоже. Мне кажется, любой мужчина любит лук. Кстати, я никогда дома сама не готовила бургеры. Только максимум какие-то бутерброды. Мне казалось всегда, что бургер проще купить и заказать. Будет намного вкуснее, чем готовить самому. Но посмотрим, что получится. Вдруг будет супер вкусно. Когда у нас на каждый день на ужин будут бургеры. Вот что у меня в итоге получилось. Идем на кассу. Я набрал все, что мне нужно. Алина тоже. Все готово. У меня козлакет побольше посолить. А я решил минималистичный бургер сделать. Чтобы не испортить ничем. Я решил экстравандант. Мне за это очень переживаю. Единственный вопрос, который меня с самого начала волнует. Ты нашла нормальную булочку? Вот в кассике булочка я взяла необычную. Меня это пугает. Сразу дисклеймер. Последний раз себе я готовил что-то помимо омлета и доширака 4 года назад. До знакомства с Оливей. Также стоит сказать, что наш эксперт не любит помидоры. Бургеры без помидоров, но придется. Так что если будут комментарии, где же помидоры, просто потому что он их не любит. Но кетчуп он сказал можно. Что же у нас сегодня за эксперт? Это наш сочинский друг, который забивает мне вкусные дымные под названием Миша. Название, наверное, плохо, да? По имени Миша Михаил. Мы сейчас отправимся к нему на работу. Надеюсь, бургеры не сильно остынут. Но мы благо приготовили фольгу. Ну, типа деливеринг лап на коленках. И у него два критерия оценивания. Какие? Внешний вид и вкус. И что самое классное, он не будет знать, кто принес какой бургер. Чей-чей. То есть мы его просто влепим два бургера. Он их попробует, посмотрит и определит победителя. Он будет интересный. Ну что, мы вернулись, готовы показать, что купила. Максим так скрывает то, что он купил. Такое чувство, что я правда сейчас украду его идею и побегу в магазин докупать какие-то продукты. Ну, показывай. Котлеты. Ага, я на них тоже смотрел, но не стал брать. Я решила попробовать в Чиабате приготовить бургер. Это как мы умусы ели. Но самое интересное, я взяла запасную, вдруг я испорчу эту. Правильно. Салатные листья, конечно. Огурчики. Я решила свежий огурчик, потому что мне нравятся больше свежие огурчики. Есть, будет разнообразие. Сыр. Потому что он правда вкусный, он мне нравится. Я знаю, что им точно не испортишь. К тому же сыры бывают очень разные, не всем они нравятся. Я искал, я не нашел вот эти пакетированные, поэтому я взял нормальные. Типа, ну посмотрим. У меня еще есть идея сверху мяса положить яйцо. Не знаю, насколько... Я тоже это что-то хотел сделать. Это будет хорошо, насколько получится нейрализовать правильно, чтобы оно все равно не растеклось. Но, по крайней мере, я попробую. Если нет, то сделаю вторую булочку. Не, я тоже хотел. У нас, похоже, бургеры местами будут, ну-ка, соус. Я решила, что... Нет, это серьезно. И ты такое взяла? У гения мысли сходятся. Я взяла два соуса. И не смогла устоять перед медовой горчицей. Ну вот, давай ты его испорчишь, а это? Я буду смешивать, я же повар. И я решила, что любой мужчина любит лук. И поэтому взяла лук. Ну, я просто не очень такой люблю. Короче, сделаем один бургер, судя по всему. Все у меня, все. Давай хвастайся. Ну, соус вы видели. Яйцо я также воспользуюсь. Из дополнительного. Чеддер. Мне кажется, это должно быть получше. Техасский стейк-приправы. Потому что я взял стейк. Я не знаю, как я из этого сделаю. Что ты? Я очень-очень сильно хочу посмотреть, как Максим прожаривает этот кусок мяса и сделает его сочным. Удачи тебе. Я сделаю это. Я в себя верю. Побольше масла сделаю надрезы, чтобы оно пропиталось. Плевать. Нормально, сделаем. Ага. И булочка. Соленые огурчики. Причем корниши я хочу порезать прям по диагональке. И класть сразу. Слайсами. Чтобы они не разваливались прям сильно, да. Ну, хорошо. Хотя бы чуть-чуть для изюминки. Я знал, что она возьмет обычные огурцы и хоть как-то разнообразить. Я хотела бекон взять, у меня были мысли, но потом я подумала, что чайбата с беконом это очень странно. Я буду мужицкий бургер сделать, типа максимально мужицкий. Ну, парню виднее, что вкуснее. И там проблема была с булками. Да, да, очень большая. Они жесткие изначально. А я взяла мягенькие. Я надеюсь, что если я помажу их маслом и немножко приготовлю, они хотя бы, может быть, не жесткими, но хрустящими. Возьму салатиком. Мой? Да. Так не честно. Все, что тебе есть. Я тебе звоню, говорю, ты салат взяла, а ты такая, да. Подожди, у нас дома тоже были яйца и огурцы. Я решила, что вот что купил, и с тобой готовишь. Тогда твой бекон возьму. Все, ладно, готовим из того, что есть. Я честно говорю, я просто не хотел покупать листья эти дурацкие. Не, не, подожди, ну, да мне это не жалко. Бери все же твое, мое. Ладно, нет, все, я из этого сделаю. Ты, а вот это тебе тоже не твое. Я его покупала, между прочим. У нас есть еще небольшая проблема. Мы, конечно, взяли фольгу, не для того, чего подумали, а для того, чтобы сохранить температуру. Нам надо донести их как-то. У нас нет такой налаженной системы, как в Янахиде или в Реклабе, хотя они приходят еще дольше. Поэтому, скорее всего, бургеры чуть-чуть остынут. Но Миша сделает, надеюсь, на это похож. Я люблю, чтобы, самое главное, они не растеклись и не стали очень мягкими. А вот бургеры, когда привозят, мы ноем на них, будем знать, каково оно. И у нас есть важное еще взбрасывание. Потому что, кто первый готовит, ибо плита и сковородка здесь всего одна. Давай, кто проиграет, начинает первый. Без первых ножниц. Готово? Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первый. Хорошо. Я начну с булочек, потому что это меня больше всего пугает, я не знаю, что с ними. А нож и правда туповат. Как я. Да, смотри, как нож режет. Может быть, они сами по себе такие. На самом деле, вот это получше получилось, но они уже жестковат, реально. Бедный Миша, мне тебя так жалко. С сыром, я думаю, проблем не будет. Как он пахнет? Это даже мне нравится. Он тоненько уже нарезан. Так, это готово. Стороночку. Бекон я, наверное, одним из последних пожарю. Я, причем, не буду заморачиваться, как настоящий мужчина. Я тупо в одной сковородке не мою ее. Пожарю стейк, пожарю. Яйцо Алина запретила и пожарю бекон. Да можно, я пошутила. Все, я в принципе. Ну и самое классное, это вот такой стейк для такой булочки. Но я хочу сделать, знаешь, как некоторые бургеры делают, когда начинка больше основания. Чтобы такого прям огромнейшего получился. Да, чтобы ты ел не хлин, а именно мясо. Ну сейчас я помню, Максим покажу, как правильно готовить большой кусок мяса. Мы заботимся о гидиене, тут коронавирусы всякие. Ты думаешь, ты помоешь мясо, ты нас спасешь? Нет. Я не буду заморачиваться с жиром, я же мужчина. Я просто пытаюсь подогнать форму, чтобы он чуть-чуть свисал с булочки. Он же еще ужмется, да, когда пожарится. Да, поэтому чуть больше с запасом сделаем. Но все зависит от того, насколько ты будешь его ужаривать. Какую прожарку ты платишь? Блин, я люблю вулдан. Я не уверен, что кто-то это делал до меня, но я рискну. Я хочу сделать небольшие протыки. Прям, знаешь, протыкать вот так вот мясо. Ты думаешь, поможет? Возможно. Я просто знаю, что некоторые стейки специально поднарезают, чтобы они лучше прожарились. Это же видение мастера. Вот и нет. Так с хлебом делаю то, чтобы пропекался лучше. И прям вот так. Ты сейчас делаешь кашу, тоже неизнанательную. Отбивную. Ох, как пахнет, понюхай. А, приятно. Бедрёно, да? Щедро. Мы сейчас сделаем хитро. Главное, чтобы Миша не видел, как мы это готовим. Переворачиваем, проминаем. И теперь в обратку. Миш, я руки мыл. Все, наш котлетус залетает. Я хочу, чтобы он маслом еще пропитался. Давайте повозим. Но приправы мне нравятся, как пахнут. Надо нарезать огурчики. Один мне, один оператору. А тебя? Остальное Миша. Видишь, я их дольками режу пополам. Бекон никакое блюдо не испортит. Поэтому прям сюда к стейку. Плевать. Мы же мужчины. Зачем Мишке сковородки? Правильно? Правильно. Все это выглядит очень жирно. Прям как я. Ну что же, повар творит. Уже у него что-то получается. Так. Мои золотные листья пошли. В смысле твои? Ничего не знаю. Они в моем чеке были. А? Больше бекона. Я пытаюсь, что если будет мясо невкусное, чтобы беконом спасти. А, перебить, чтобы спасти? Я честно хотел посмотреть, как делать правильно бургеры, но не посмотрел, потому что всегда на последний момент раскладывал. Поэтому у меня план такой. Я сыр не плавлю, но я положу его на теплый бекон и пригрею его теплой котлетой. Чтобы он чуть-чуть подплавился прямо между этим. Мужчина на кухне сразу высоких проблем. Кто будет от жира все это отмывать? Кусок мяса, конечно, у тебя серьезный. Теперь план следующий. Еще кусочек сыра. У меня будет Big Tasty. О, он плавится. Итак, сверху мы кладем соус, который у нас оказался одинаковым. Кстати, выглядит очень аппетитно. Пахнет, как тысяча островов какая-то. Это попытка Big Tasty сделать. Кстати, Миша говорил, что самый любимый его бургер это Big Tasty. Ты, походу, тоже обратил внимание. Да, я тоже. Так, когда свой бургерной открываем? У тебя живот урчит, а? Кушать захотелось самому? Да пипец, ты на это смотришь, нюхаешь, сам хочешь попробовать. Больше огурчиков. У тебя он реально очень большой получается. И финальный штрих. Если забыть, что булочки не очень, потому что, ну что поделать. Мне выглядит очень клево. Надо было еще шпажку купить, чтобы все это держалось. Так, ну что, попробуем эту булочку. Она мягенькая на ощупь, но не знаю, что получится. Я боюсь этим ножом резать, чтобы не испортить все. Только не порежься, я тебя прошу. Да вообще отлично. Мы берем наши котлетки. Я взяла котлетки с молодой телятинкой. А я вот иногда телятину прям, вот она бывает нехорошая. Нам надо было поменяться. Я должен был с этим делать, а ты со стейком. Логичнее было. Я, причем, не нашла большие котлеты. Я хотела побольше найти, но все более маленькие. А большой кусок мяса не стала брать, потому что, возможно, вот в чем будет минус Максимова бургера, что прокусить будет сложно. Там есть сухожилие, и не совсем будет комфортно. А ты можешь пополам и типа две котлеты. Ну, не знаю. Я хочу немножко поджарить хлеб. Да, я тоже думал. Чтобы было вкуснее. У меня и так жесткий. Вообще, если дома есть гриль, намного вкуснее будет, эстетически лучше смотреться, потому что оно прожарится красивыми полосочками. Но что имеем, то имеем. Всегда есть одна вещь, которая заставляет девушек плакать. Это лук. Немножко хлеб, салат, немножко лука. Ты решила сразу плавленый сыр взять. По-моему, мой вылет круче. Разделение происходит. Бабурчики вниз, о них забыла. Но моя котлета была больше. Твоя прям как будто, знаешь, мясо заявленичали в ларьке. Но яйцо компенсирует. Главный герой сего вечера. Я надеюсь, оно не развалится. Ну, они, кстати, кардинально отличаются. Я доволен. И чабата от Алины готова. Напишите в комментах, какой хотя бы визуально вам нравится больше. Чтобы доставить еду до Миши, мы будем использовать фольгу и лотки из-под Ролтона, чтобы не протекло. И сейчас прям запакуем и бежим к нему. Миша максимально подготовился. Я подготовился к початке. Они остыли, сразу тебе говорю. Мы сюда пешком шли, пожареет, но это не поможет. Там мы на это сделаем скидку, потому что, ого, это булка чабата, да? Или как она называется? Да. Какой-то греческий бургер, похоже. Давай визуально, сначала визуально. Визуально выглядит неплохо довольно-таки даже. Попетибальный. Даже как в бургерной какой-то. Попетибальный, ну, даже я не знаю, я его не могу сравнить, потому что... Не, ну, смотри, типа пять это идеально бургер в бургерной. Один это прям в столовке в школе. Давай будет, пусть будет четыре с половиной. Четыре с половиной, запас. Да, запас был на второй бургер. Так я попробую. Неплохо. Очень даже неплохо, потому что мне нравится лук ино-красный. Я его люблю. Ну, он сочный. Сочный. Да. Как котлета? Котлета вкусная, ручная. Что-то развалилось там все. Это выпало всего лишь огурет. Мясо угадаешь какое? Типа свинина, баранина, урица, телятина. На говяжку котлета похоже. Это телятина. Телятина. Ну, это почти одно и то же, один рост. Так, давай второй раз, может? Давай, да. Меньше блука интересного. Хорошо. Проверь на помидор. Тут свежий. Но я узнаю, чей это почерк, почему-то я не знаю. Смотри, тут огурец был свежий. Это более такой, знаешь, более зожный, да. Тут огурец солен. И котлета, я не могу понять, чего. Есть бекон, сыр. Не знаю, какой сыр, чеддер или нет. Никто не может мне сказать, потому что... Нифига себе, он пытается сыр на глаз, а я в жизни бы этого не сделал. Ну, он ноги тоже неплохо. Давай сначала визуально пока ты пробуешь. Визуально. Визуально этот для себе. Хорошо. Насколько, типа, это ты сказал 4,5, да, визуально? Этот, значит, сколько? 2, 3? Ну, 3 пусть будет. 3. Хорошо. Ну, выглядит неплохо, но... Ну, это как бы из-за булка выигрывает, мне кажется, больше. Она более красивее. Презентабельный. Ну, да, как бы похоже на бургер, который с бургерами. Эксперты в спорах с бургерами. Ну, тут, в принципе, не есть такие бургеры, но такие в основном булки идут на чизбургер, мне кажется. На гамбургер маленький. А тут прям на такое большое количество мяса и все конечники. На вкус как? Ну, вкус неплохо. Кстати, ну, лук мне понравилось, потому что здесь бургер. Но их надо совместить, будет идеальный бургер, да? Ну, да. Это можно менять местами. На вкус какой лучше? На вкус этот. Мне нравится больше, что как это. Она как на шашлык такой. Честно. Ну, и теперь тебе надо какие-то баллы назвать финальные, чтобы понять все-таки, что. Блин, я даже не знаю, что. Ну, смотри, ты сказал, это трешечка, это четыре с половиной. Этот мне больше нравится на вкус и за котлеты, этот больше нравится мне на бит. И что сделать мне? Ну, вот представь, что ты пришел к бургеру, ну и что бы ты хотел, чтобы тебе дали? Потому что подача тоже важна, как с айфонами. Да, это правда, да. Но мне больше понравился этот бургер. Все, этот победитель. Да, да, да. А теперь догадайся, чей-чей. Мне кажется, это твой, мне кажется, это тарик. Ну, это было очевидно. Огурцы, нет, огурцы вытрили, потому что они ровно возложены забором таким. И сразу я понял, что это мужской почерк. А тут все было красиво выложено, яйцо, яйцо, ну, так сделано, тоже неплохо все так, как бы гармонично. Вот я открыл, я понял, что, ну, по мясу тоже я понял, что такой более, как мужской стейк какой-то получился. Ну, и так же, если вы воспользуетесь этим промокодом, вы получите приятный бонус при регистрации. Нормально, мы справились? Да, я думаю, справились даже здесь. Ты пришел ты в нашу бургерную, давай. Да, ну, на пару, бургерную на пару. Нужно вам еще подготовить перчатки, эти, салфетки, что ты на будущее. Такие с логотипом. Можно запускать бизнес, да, мне кажется, да. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на инстаграм Миша, ссылочку оставим в описании. Руку бежать. Тебе приятного аппетита. Спасибо вам тоже, если смотрите это дома. И, как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok